МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эксперты отмечают, что налоговые реформы могут быть осуществлены для мобилизации доходов и создания пространства, чтобы финансировать необходимые приоритеты развития, как выполнено во многих странах, включая Казахстан в последние годы. Согласно оценкам аналитиков, темпы экономического роста во всей Центральной Азии снизятся до 2,9% в 2018 году. Ожидается продолжение восстановления экономики на востоке региона, основной вклад в который внесут страны-экспортеры сырья. А противовесом этому станет постепенное замедление роста в западной части из-за снижения деловой активности в зоне евро. Темпы роста экономики России составят 1,7% и не будут отличаться от оценочного показателя на 2017 год. В Турции прогнозируется снижение темпов 6,7% до 3,5%, сообщили эксперты Всемирного банка. Акимат Актюбинской области и производители строематериалов подписали меморандум о сотрудничестве. Согласно документу, компании обязались в первую очередь обеспечивать продукции внутренний рынок региона, а также загружать производственные мощности на 100%. Прошлый год был рекордным в плане строительства. Приходилось поставлять продукцию не только из соседних регионов, но и из России. В этом году планируется максимально закрыть потребности в кирпичах и других строительных материалах за счет местного производства. Сегодня предприятия региона ежегодно могут производить до 148 миллионов кирпичей и 210 тысяч кубов газоблока. Кроме того, во втором полугодии в области ожидается открытие нового завода, мощность которого составит 120 миллионов кирпичей в год. Сводом производства потребности внутреннего рынка региона будут полностью удовлетворены, а излишки планируется поставлять в соседние регионы. В прошлом году благодаря эффективной реализации государственной программы «Нурлыжер» в регионе введено более 780 тысяч квадратных метров жилья. Свыше 6200 семей отметили новоселье. В Казахстане в целях модернизации предприятий реального сектора экономики и решения проблемы поиска квалифицированных специалистов планируется реализовать проект G-Global Business Portal. Это международная коммуникационная площадка, объединяющая предпринимателей, организации и финансовые учреждения со всего мира. Главная цель – объединение на блокчейн-площадке экспертов со всего мира. Современному бизнесу необходима помощь при выходе на новый уровень, а также для привлечения технологий и робототехники в реальный сектор экономики, считают эксперты. Таким образом, среди основных задач консалтинг-маркетплейса называется сборка предприятий в русле внедрения технологий и роботизации, токенизации реального сектора. Вместе с тем площадка представляет собой пространство, где могут создаваться команды для стартапов и первичного размещения криптовалют. Отгрузка нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в прошлом году выросла на 24%. Согласно отчету компании, транзит сырья составил 55,1 миллионов тонн. Из них 5,2 миллиона было перекачано в декабре. Этот показатель на 15% выше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Рост показателей основной деятельности Каспийского трубопроводного консорциума стал возможен благодаря реализованному проекту расширения мощности системы Тенгиз-Новороссийск. Напомним, КТК завершил все работы по расширению мощности на территории Казахстана. За 9 месяцев прошлого года приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил 4,9 миллиарда долларов. Показатель снизился втрое. Вместе с тем 2016 год ознаменовался резким ростом поступления иностранного капитала в казахстанскую экономику. Тогда уровень составил 16,97 миллиардов долларов. Это объяснялось большими вложениями в запуск Кашагана. В прошлом году добыча нефти на месторождении перешла в операционную фазу, а значит весомых вложений не требовалось. В ближайшие годы значительные внешние инвестиции будут реализованы в рамках проектов разработки Карачаганахского и Тенгизского месторождения. Возможно, начнется вторая фаза разработки Кашагана в зависимости от поведения цен на рынке нефти, что будет стимулировать приток вложений, считают специалисты. В то же время, как показывает статистика, отечественные компании увеличили свои долги перед иностранными инвесторами. По итогам трех кварталов прошлого года их обязательства составили 11,14 миллиардов долларов.